Пятый канал представляет Очень хорошо чувствует Наденька, ну сколько можно Прикрываться ребенку Если вам надоело здесь сидеть и работать Скажите честно Просто рабочий день Уже два часа назад закончился В офисе только мы с вами И охрана А Митя сейчас у моей мамы Которая от этого, мягко говоря, не в восторге Уже три раза мне звонила Надя, за переработки Я плачу вам очень хорошие сверхурочные Если у вас больше нет вопросов Идите, пожалуйста, работайте Ты же объяснила мне Правда, очень нужно уйти Наденька Только не надо плакать Я же так для вас стараюсь Я же хочу, чтобы вы ни в чем не нуждались Чтобы Митя был обутый, одет, на корм Наденька Наденька Не надо, пожалуйста Если бы ты хоть раз уступила Я бы тебе такие премиальные выписывал И бы могла нянечку нанимать круглосуточно Семь дней в неделю Наденька, ну уступи же Ты дурочек Не трогайте меня Санислав Александрович Что с вами? Надя Алло, скорая? Станислава Александровича прооперировали А после санаторной реабилитации отправили на пенсию Вместо него был назначен новый начальник Которого Надя еще не видела Господи, Митя На полчаса оставить нельзя Ну, наконец-то Почему вы опоздали? Вода закончилась Мне пришлось в магазин И тебе ребенка одного оставить Он тут бедлан устроил Сейчас придет мой новый начальник Что он на это скажет? Да вы не беспокойтесь так Я уверен, что он не станет ругаться Ну, во-первых, он очень любит детей И, конечно же, с пониманием Относится к тому, что они устраивают Вы-то откуда знаете? Так я ведь и есть он Собин Андрей Витальевич Новый начальник департамента Здрасте Здрасте А вода? А воду и правда принесли с опозданием Я просто заходил в бизнес-центр И принял у них воду Господи, как неловко получилось А вы мой новый секретарь-референт? Надежда Кириллова Вот и познакомились А парня как зовут? А, Митя Ну, здравствуй, Митя Здрасте Я дядя Андрей Что это ты тут рисуешь? Машину Здорово Наденька, вы пока приберитесь чуть-чуть А мы с Митяем порисуем, чтобы не мешать вам Да, конечно, я быстро Сразу, с первых слов поняла Хороший человек Не зануда, любит детей Отличное чувство юмора Так легко и комфортно Мне еще не было Я Первый раз в жизни Стала задерживаться на работе С удовольствием Ну, помогать, перенимать дела Андрею Витальевичу А через месяц После вступления в должность Департамент отправил его На международную конференцию Выступать предстояло На английском языке Который он знал Ну, не очень хорошо Да Слушаю вас, Андрей Витальевич Вот, дописал последнюю фразу Мне кажется, что самый простой вариант Самый верный И мы с нетерпением ждем встречи с вами в нашем городе через пять лет Ну как? По-моему, неплохо Только не Так будет правильно Ну, вы переводчик по специальности Вам виднее Кстати, я давно хотел вас спросить Присаживайтесь, пожалуйста А почему вы работаете секретарем? Ну, как вам сказать Зарплата здесь хорошая Я думала, поработаю полгодика А потом устроюсь по специальности Так и работаю здесь уже пять лет Наденька, вы знаете, какое вы сокровище Ну что вы Вы меня смущаете Нет, ни в коем случае Нечего здесь смущаться А давайте вы меня поднатаскаете, а? Я хоть и в свое время окончил английскую спецшколу Но уже все позабывал, как видите Даже не знаю Я буду вам платить Это займет не более трех дней Допустим, часа по полтора Ну, хорошо Супер, договорились Я могу идти? Ну, конечно Я же тебе говорю Ты можешь ехать хоть на неделю Да, ты можешь ехать хоть на две недели Что? Да нет, я не спроваживаю тебя Все, я не могу больше говорить Да Приятного аппетита Спасибо Я вот не успеваю до конца обеда покушать А ровно в два уже селекторное с мэром Так я могу вас угасить, Андрей Витач Полцарства за обед Чаю? Спасибо Надежда Полцарства вашей Благодарю, ваше величество Приятного аппетита Пожалуйста А что же, ее величество не снабжает вас обедами? Ее величество в последнее время только разочаровывает Признаться, я с удовольствием заточил бы ее в Тауэр Ой Извините Это моя мама У Мити неожиданно поднялась температура Вы меня не отпустите, я ненадолго Надежда, езжайте, лечите сына Термос я вам верну Митяя, привет Спасибо большое, Андрей Витачевич Спасибо Я начал брать у Нади уроки английского языка Потом стал заезжать за ней, чтобы подвезти на работу Мне это было нетрудно, потому что я так или иначе проезжал мимо ее дома Я стал замечать, что мои визиты со временем к Наде стали регулярными Как-то я не успел утром позавтракать И с тех пор она стала готовить завтраки и для меня Я осознал, что мы реально очень много времени проводим вместе Практически как муж и жена Синсели Йоус Да, только на конце уай То есть игрек Да, вижу Сорри За Митяем не проехать? Нет, он сегодня ночует у бабушки А завтра они с утра с дедом поедут на дачу Понятно, а у меня есть предложение Может быть мы сегодня пропустим занятия И просто так поболтаем о том, а сену О чем, например? Например, о вас Я же практически ничего о вас не знаю Что вам интересно, Андрей Витальевич? Например, почему вы до сих пор не замужем? Ну, думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос Разведенная женщина с ребенком Не самый востребованный товар на рынке невест Да и к тому же во мне нет ничего особенного Ну, это неправда Позвольте мне, как мужчине самому Судить об этом Во-первых, вы очень красивая Во-вторых, умная В-третьих, вы прекрасная мать А это резко повышает ваш рейтинг в глазах мужчины Который хочет создать семью Ну, что вы, Андрей Витальевич Андрей, мы же не на работе Субтитры создавал DimaTorzok Бывший начальник секретарши Надежды Ушел на пенсию по состоянию здоровья Новым главой департамента стал Андрей Собин Он быстро установил контакт с сыном Надежды И этим завоевал ее симпатию Собин оказался женат Но Надежда поняла, что они с супругой на грани разрыва Не выдержав напора Собина Надежда стала его любовницей Не понимаю, почему я его не остановила Прежде я никогда не спала с начальниками Меня аж передергивала от этого слова секретутка В общем, для меня это было все равно, что первый секс в жизни Ну, а вскоре после этого вечера Мы поехали в совместную командировку И там у нас все продолжилось Андрей за все время Не вспоминал о жене Даже ни разу я ей не позвонила Ну, и я, конечно, размечталась Давай скорей Потом мне два часа только Потом в мэрию бежать Как в мэрию? А я Митину весь день у бабушки отправила Ну, дела, дела Прости А после мэрии какие планы? Приедешь? Послушай, такая дурацкая ситуация возникла Я совсем забыл, что сегодня у моей жены день рождения День рождения? Значит, после мэрии поедешь к жене Потом у вас будет драматический ужин А потом вы займетесь любовью, да? Послушай, не будем мы ничем заниматься Ну, я же тебе давно говорил, что не хочу ее Сходим в театр Потом пойдем в ресторан Я там напьюсь и точно ничего не буду Ну, Степа В какой театр пойдете? Ну, неважно, любой Я пока в мэрии буду, купи пару билетов Ну, может, на комедию какую-нибудь Что-нибудь легенькое Андрей, это не смешно Вообще-то я здесь у себя дома И ты пришел к своей любовнице, не к секретарю А билеты себе с женой можешь купить и сам В тот день все мои надежды на то, что мы когда-нибудь с Андреем будем вместе Окончательно рухнули А главное, я поняла, что влюбилась Влюбилась в своего шефа Я дико ревновала его к жене А Андрей видел во мне только секретаршу, с которой он спит Он дал мне это понять Тогда я решила, что дальше так продолжаться не может Вот Подпишите, пожалуйста, Андрей Витальевич Что это, Надюш? Я еще раз тебя прошу Не называть меня по имени-отчеству Когда мы в кабинете одни В каком смысле? По собственному желанию Что случилось? Я больше не могу с вами работать Ну, почему? А ты действительно не понимаешь? Какой же ты черствый Я больше не могу делить тебя с твоей женой Мне надоело знать, что я просто любовница Которая приходит на пару часов Это невыносимо, понимаешь? Подожди, подожди, успокойся Успокойся, что случилось-то? Скажи, что я должен сделать, чтобы ты осталась? Я останусь, если ты разведешься И скажешь, что мы теперь вместе Ты мне не волнуйся Я тебя в ЗАГС не потащу Мне свадьба не нужна Я просто хочу быть рядом с тобой Ты прости меня Чего не могу, того не могу Мне очень жаль Если на новом месте работы Потребуются рекомендации Ты обращайся, я напишу Самую положительную характеристику И вообще, если что-то будет Нужно, ты обращайся Спасибо Ну что, рыдала потом, конечно Да не одну ночь рыдала Подушку можно было выжимать Но убиваться долго Я не могла себе позволить Нужно было искать работу Благо, повезло Очень быстро устроилась А новый начальник, Владимир Арнольдович Оценил мои знания, опыт И желание постоянно учиться Назначил административным директором Да-да Вся в трудах, как и пчела А я как раз собиралась к вам идти Вот список сотрудников Которых необходимо поощрить Я выделила голубым цветом Обратите внимание на цифры Да, действительно неплохо Я очень доволен вашей работой Надежда Анатольевна Спасибо Присядьте, пожалуйста Присаживайтесь Надежда Анатольевна Я уже давно к вам присматриваюсь И вы мне нравитесь Вы интересная Образованная, красивая женщина Насколько я знаю, вы не замуж Я тоже свободен Я хотел бы вас куда-нибудь пригласить Если это, конечно, не будет Слишком с моей стороны Только не подумайте Я вас ни к чему не принуждаю Честно говоря, я в растерянности Не сердитесь Уже хорошо Я с ответом вас не тороплю Подумайте Присматривайтесь У нас с вами Большая разница в возрасте Но это не критично Как многие думают Хорошо Я подумаю Спасибо вам Да-да Можно? А что вам угодно Я по поводу вакансии Заместителя генерального директора Здравствуйте Здравствуйте Вы рановато пришли Я смогу с вами поговорить Через полчаса Это ничего Надежда Анатольевна Вы пока пообщаетесь С кандидатом А через полчаса Проведите его ко мне в кабинет Хорошо? Ну здравствуй Те Надежда Анатольевна Сказать, что я была в шоке И ничего не сказать Оказалось Андрея оболгали Развернули подковерную борьбу Ну и вынудили уволиться Ну надо же было ему прийти Именно в ту компанию На собеседование Которую устроилась я И главное В такой момент Ну я конечно растерялась А Андрей поздоровался со мной Так будто видит первый раз в жизни Владимир Арнольдович Ничего не заподозрил Андрей Витальевич Все это впечатляет Но вы же понимаете Что в одиночку Я не могу принимать решение Примерно Через неделю Дадим вам ответ Хорошо? Спасибо До свидания Слушайте, Надя Оказывается, вы знаете Этого Собина Работали вместе Он мне рассказал Рассказал? Да Он очень лестно На вас отзывался Сказал, что вы правильно сделали Что уволились с работы Что давно надо было Начинать делать карьеру А что вы о нем думаете? Стоит его брать? Что он за человек? Вы знаете Владимир Арнольдович Я особеннее Ни плохого Ни хорошего Сказать не могу Слишком мало Вместе поработали Ладно Я еще раз внимательнее Посмотрю его резюме И приму решение Наденька Надеюсь, вы помните Что я сказал? Помню Владимир Арнольдович Честно говоря Уходя оттуда Я был уверен Что меня не возьмут Думал Ну уж Надя-то постарается Но к моему удивлению Взяли И вот я стал Заместителем генерального А потом Началось такое Чего я никак не ожидал Как только я вышел на работу Я узнал Что Владимир Арнольдович Ухаживает за Надей И весь офис Об этом знает Все только об этом и говорят С другой стороны А что такого? Он холост Она не замужем Но я вдруг осознал Что я Что я ревную Что я страшно ревную Это было Это было Просто наваждение какое-то Надежда работала секретарем И в одиночку растила сына Новый начальник Андрей Собин Произвел на нее впечатление Надежда узнала Что Андрей женат Но поняла Что отношения в семье На грани разрыва Вскоре она стала Любовницей Андрея Однако видя Что бросать семью Ради надежды Собин не торопится Обиделась и уволилась На новой работе Начальник оценил Ее опыт и знания А вскоре начал ухаживать Спустя короткое время К ним в офис В поисках работы Пришел Собин Куда на этот раз В театр Или может быть на ипподром Тогда шляпку прикупи Да только ты у нас Переходящая с нами От одного начальника К другому Моя личная жизнь И твое собачье дело Вали к своей жене Я развелся Ты прости Я не хотел Я не должен был Ты конечно имеешь Полное право Встречаться с ним Я не должен Ничего говорить По этому поводу Я понимаю Что свой шанс Уже упустил Когда ты развелся Одновременно С тем как уволился Я просто решил Что если уж Начинать Новую жизнь То По полной программе У тебя Пиджак грязный И Пуговица оторвалась У меня здесь нитки есть Может зайдешь ко мне завтра Я пришью Спасибо Я сам как-нибудь От женщины я готов принять что угодно Ругань, насмешку Что угодно Только не жалость От кого угодно Только не от нее Я когда вышел оттуда Я был красный как рак Я не понимал Что со мной происходит То ли это была злость То ли это была обида на Надю А потом Я осознал Что я люблю ее Привет Здравствуй Чем обязана? Вот Это для Мити Его нет дома Они с классом на экскурсию уехали Спасибо Ему понравится Ты завтраком? Я как раз собираюсь Не откажусь Отлично Тогда пойдем Как раз поможешь Да Продукты вывести Да Я очень хотел тебе сказать Что... Прости Странный, Владимир Орнольдович Да Здравствуйте, Владимир Орнольдович Что-что? Надо же Какая неприятность И главное выходной день Да, конечно Я сейчас приеду До встречи, Владимир Орнольдович ЧП В офисе другое прорвало Я с тобой Думаю, если бы нужна была твоя помощь Он позвонил бы тебе То есть вы будете одни Кроме вас Сантехника там никого не будет Потом он быстренько уедет Вы останетесь вдвоем Очень здорово Ты так говоришь Как будто ревнуешь Кто, я? А с чего это вдруг? Кто ты такая? Чтоб я ревновал тебя Ах, кто я такая? Знаешь, что катись отсюда И что больше я тебя здесь не видела Да я была просто в бешенстве Кто я такая? Да ты сам кто такой? Приперся без приглашения Начал качать права Которых, между прочим, у него не было Ужасный человек Но что-то внутри меня все равно радовалось Видимо, потому что пришел сам Значит, захотелось Значит, потянуло Ну и к тому же он теперь был свободен Что-то забыли, Андрей Витальевич? Да нет, я просто вышел прогуляться Подышать свежим воздухом, перекусить Я сегодня допоздна А мы с Надеждой в филармонии До завтра До свидания Приятного вечера, Надежда Анатольевна И вам того же, Андрей Витальевич Ой, я, кажется, телефон забыла Сходите за ним Я вас здесь подожду Хорошо Черт, да где же он? Надя, я больше так не могу Я люблю тебя Наденька Боже мой, это было как в кино Мы стоим, целуемся А тут входит он К счастью, обошлось Без оскорблений и мордобоя Мне пришлось, конечно, рассказать О наших отношениях с Андреем На предыдущей работе И о моих чувствах к нему Владимир Арнольдович Воспринял это известие стоически И поставил условия Ну, что? Что он сказал? Знаешь, Владимир Арнольдович Оказался очень чутким И понимающим человеком Настоящим джентльменом Я понял То есть, меня он уволит А тебя простит Нет, Андрюш Он сказал, что для него На первом месте интересы Любимой женщины И что? Он считает, что ты должен На мне жениться Иначе он сам Сделает мне предложение Это что, шантаж? Думай, что хочешь Ты спросил, что он сказал Я ответила А если он предложит тебе Стать его женой Ты согласишься? Ну, если ты это допустишь Мне ничего другого не останется Но я, конечно, мечтаю Чтобы предложение мне сделала именно ты Сейчас Все в твоих руках, Андрей Конечно Я не хотел бы, чтобы у тебя Сложилось впечатление Что я делаю это под давлением Особенно под его давлением Но Я действительно Хочу, чтобы Ты стала моей женой Я тебя люблю Через месяц Надя и Андрей Поженились Оба они продолжили Работать в этой компании Как и Владимир Арнольдович Который действительно Оказался истинным джентльменом И больше никогда Не напоминал Наде О том, что ухаживал за ней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok